Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о деятельности антикоррупционного комитета под руководством Никиты Михалкова. Пресс-служба организации, представленная актрисами Ириной Муравьевой и Натальей Варлей, сообщила о серьезном инциденте, произошедшем накануне вечером. Члены антикоррупционного комитета, известные артисты и близкие друзья Раймонд Паулс и Владимир Винокур направились на загородную дачу своего друга и коллеги, актера Алексея Кравченко. Однако вечер, начавшийся как дружеская встреча, обернулся настоящим кошмаром. На территорию садовых участков въехала незнакомая иномарка, без номеров, в которой находились четверо молодых людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Они вели себя агрессивно, разрушали участки, портили урожай и приставали к соседям. Ситуация стала еще более драматичной, когда выяснилось, что один из нарушителей, 20-летний Иван, родной сын министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Владимир Винокур и Раймонд Паулс попытались успокоить молодых людей, но те стали еще более агрессивными. Алексей Кравченко сделал два предупредительных выстрела в воздух из охотничьего ружья. Однако главный зачинщик, сын министра, напал на Кравченко с ножом, и актеру пришлось применить оружие для защиты. В результате тяжелых ран, несовместимых с жизнью, Иван скончался на месте до приезда скорой помощи. Все три члена антикоррупционного комитета были доставлены в полицию для дачи показаний. В настоящий момент они находятся в полицейском участке. Министр культуры Ольга Любимова пока не вышла на связь с Никитой Михалковым. Тем временем антикоррупционный комитет продолжает свою работу. Известный артист и телеведущий Николай Цискоридзе подал заявку на вступление в комитет. И его кандидатура сейчас рассматривается. В команду также вошли известные артисты Борис Галкин и Александр Збруев. Члены антикоррупционного комитета посетили Вогоньковское кладбище, чтобы почтить память известного актера Александра Абдулова, которому могло бы исполниться 75-м год. Состояние другого известного артиста и члена комитета, Бориса Щербакова, остается критическим после нападения в Сочи. Он уже шестой день находится в коме. Александр Домогаров, также пострадавший в этом инциденте, идет на поправку и вскоре будет выписан из больницы. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете деятельность антикоррупционного комитета и желаете скорейшего выздоровления его членам, поставьте лайк под этим видео и оставьте свой комментарий. Ваши слова поддержки очень важны для нас. Эти события вновь подчеркивают важность работы антикоррупционного комитета под руководством Никиты Михалкова. Инцидент, произошедший на даче Алексея Кравченко, стал серьезным испытанием для членов комитета и показал, насколько далеко могут зайти люди, злоупотребляющие своим положением и безнаказанностью. Смерть молодого человека, являющегося сыном министра культуры Ольги Любимовой, стала трагедией, которая может иметь значительные последствия для всех участников. Тем временем комитет продолжает свою деятельность, направленную на борьбу с коррупцией и защиту правопорядка. Заявка Николая Цискоридзе на вступление в антикоррупционный комитет показывает, что к этой важной миссии присоединяются новые люди, готовые внести свой вклад. Борис Галкин и Александр Збруев, недавно вступившие в комитет, также присоединяются к этой благородной борьбе. Не менее важным событием стало посещение членами комитета Вогоньковского кладбища для почтения памяти Александра Абдулова. Память о великих артистах, таких как Абдулов, напоминает нам о культурном наследии, которое необходимо защищать и сохранять. Состояние Бориса Щербакова, находящегося в критическом состоянии после нападения в Сочи, вызывает глубокое беспокойство. Все мы надеемся на его скорейшее выздоровление и возвращение к активной деятельности. Александр Домогаров, пострадавший в том же инциденте, идет на поправку, что вселяет надежду и оптимизм. Антикоррупционный комитет под руководством Никиты Михалкова продолжает неустанную работу, направленную на искоренение коррупции и поддержку правопорядка. Эти усилия важны для всей страны, и поддержка общества в этом вопросе неоценима. Уважаемые читатели, ваша поддержка и участие имеют огромное значение. Если вы разделяете ценности и цели антикоррупционного комитета, если вы переживаете за здоровье его членов и поддерживаете их деятельность, пожалуйста, поставьте лайк под этим материалом и оставьте свои комментарии. Ваши слова могут принести утешение и поддержку тем, кто в этом нуждается, и помогут привлечь внимание к важным вопросам.